Меньше месяца осталось налогоплательщикам до революционного перехода на единый налоговый счет. В прошлое уходит целая эпоха, когда и задолженности, и переплаты считают отдельно по каждому налогу. С января 2023 года в России будет внедрена новая система, которая позволит платить налоги просто и без ошибок. Нововведение избавит от бумажной волокиты. Вместо нескольких квитанций будет приходить одна с общей суммой. Это более современный подход, который придет на смену существующей обязанности для жителей заполнять большое количество платежных поручений с громадным числом реквизитов. Счет будет открыть каждому плательщику в федеральном казначействе. Можно будет перечислять единый налоговый платеж с указанием двух реквизитов – суммы и ИНН. Переход на новую систему исключит переплаты и начисление пени, если, например, у человека существует задолженность и переплата по разным видам налога. Упростится и платежный календарь. Система прошла апробацию. Ее положительно оценили и налогоплательщики, и эксперты, и бизнес-сообщества. Как будет выглядеть универсальная платежка? Какие в ней будут указаны реквизиты? Какие налоги и в какие сроки можно будет платить по единому счету? Обо всех нюансах сегодня рассказывают в Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашии. Здесь проходит день открытых дверей. Прием посетителей продлится до 20 часов. С внедрением ЕНС налоговые органы и налогоплательщики будут видеть состояние расчетов одними глазами. Мы даем полный доступ к нашим системам. Полную раскладку ЕНС налогоплательщик может получить через личный кабинет налогоплательщика и с помощью интеграции в IT-систему налогоплательщика. Думаю, что, конечно же, поначалу будут возникать какие-то, возможно, программные или технические сложности. Но в целом это действительно даст упрощение и по срокам, и по количеству платежей.